Обстановка на предприятии нормальная, сети работают в заднем режиме, ведем подключение объектов соцсферы, произвели подключение объектов соцсферы к центральному отоплению, все заявки направлены, отработаны, 100% подключены. Также, согласно распоряжению 607 мэр, с следующего дня, если не будет дополнительного вводных, начинается подача отопления на квартирные дома, начиная со странной части города, ну и далее, согласно разработанной программе. Соответственно, заявки ждем через энергосбыт и также будем оперативно отрабатываться. Полная готовность к подаче теплоснабжения обеспечена. Давайте тогда соцсобъект послушаем. У нас 225 соцобъектов на территории главного муниципального района. То, что касаемо подключения непосредственно от вас напрямую, это меньшее количество по объектам образования, здравоохранения. Вы, Василий, по образованию детские сады и школы у вас все подключены? Есть проблемы по четырех детским садам, где сейчас идет регулировка температуры, давления, но мы со своей стороны принимаем меры, то есть у нас дополнительные источники тепла поставлены на этот случай. Полагаем, что сегодня мы эту работу до конца дня доделаем совместными усилиями. Это 22-й садик, 61-й, 72-й и 67-й. То есть мониторинг температуры идет сейчас по всему миру. А что мешало за субботу-воскресенье? Вопросы требуемые, чтобы здесь по неделю почти тепло было несли? В сады тепло было дано. И на момент, когда суббота-воскресенье, то здесь оценить было сложно. То есть на теплоносителе достаточно была температура. Начались у нас проблемы, поскольку идут у нас скрышные работы где-то. То есть, насколько я поняла, вот сегодня, как мне доложили исполнители, что не хватает давления, низкое давление на теплоподачу. Но это сегодня они сказали, а за субботу-воскресенье? Ну вообще я хочу сказать, что руководители всех учреждений находились на рабочих местах, даже руководители. То есть в связи с тем, что вот это было, мы не смогли эту ситуацию победить. И какой температур держим сейчас конкретно, всего 10 садиков на утром? Сейчас мы поставили дополнительные источники, то есть у нас есть там радиаторы стоят специальные, поэтому сейчас температура нормальная. 20, ниже 22 сейчас ни в одной руке у нас нет. Давайте мы засмотрим, вообще надо было сюда, мы разверлили, а не когда дети на месте. Приходите в колонку в детский садик, тем более садики достаточно новые. В всяком случае 67-й это новый садик. Отремонтирован после капитального ремонта. Насколько внимательна эта связь, да, с нами суда и вы взяли? Ваши специалисты, специалисты, ремонтарские инспекции выехали на эти объекты для того, чтобы установить причину. Почему циркуляции в детском саду нет? Меня разберутся, отдельно я вам доложу. Но это опять сегодня все это? Информация сегодня только пришла, потому что выходные, все было спокойно, ни одной заявки на горячую линию не поступало. Вы, спасибо, разберитесь, по-моему, руководитель, почему именно за выходные руководитель не проникся этой темой и не разорвался, что у него с температурным режимом. Спокойно работали на пятницу, никаких разговоров не было. Опять раз созванивались со всеми руководителями соответственными. На понедельник выясняется, что здесь были в школу, в детский садик холодно.